От выделения жилья и земельных участков под гаражи рабочим до организации быта внутри предприятия. Федерация профсоюзов рабочих Ульяновской области перешагнула новый рубеж в собственной истории. Сегодня организации отмечают круглую дату – 70 лет со дня основания. Сегодня эти задачи мы решаем в другом статусе. Но что не изменило? Основой всего остается в профсоюзе – это коллективный договор. Это работа с коллективными договорами. И поэтому сегодня более 97 тысяч членов профсоюза защищены 1126 договорами, которые есть в организации. Еще одна современная задача, со слов Васильева, – хорошая законодательная нормативная база. В этом вопросе без доли лести профсоюза рабочих региона – передовики в Поволжском округе. Отмечают это федеральные эксперты, которые по случаю празднования юбилея приехали в Ульяновск. Уровень социального партнерства очень высок. Есть диалог с властью, с губернатором области. Есть диалог с работодателями. И это не просто говорильно, это конкретные дела. Так действует закон о профсоюзах в Ульяновской области. Это и закон о праве профсоюза рабочих на законодательную инициативу. Документ обрел силу в сентябре этого года. В законе четко отражены права рабочих. Например, право на санаторно-курортное лечение, где путевка компенсируется за счет средств областной казны. Региональное правительство поддерживает все инициативы, которые происходят от вас, от вашего руководства. На протяжении последних трех лет мы активно сфинансируем программу оздоровления людей труда. Уже более 45 миллионов выделено из регионального бюджета на эти цели. И мы продолжаем двигаться в этом направлении и усилять эту работу. День рождения Федерации отметили 9 ноября в кино концертном комплексе «Современник». Историю развития областного союза, которая начинается с ноября 1948 года. В этот день решили отразить через лазерное шоу. О заслугах отличившихся профсоюзных деятелей говорили со сцены. Многие из них получили награды. Андрей Лемешкин, уроженец Сибири, попал на «Авиастарт» 33 года назад по распределению. С того же времени начинается его профсоюзная деятельность. На годы работы пришлись суровые 90-е, когда были времена, когда долго не платили заработную плату. В те времена, в общем-то, начинала подниматься волна общественных действий, которые привели меня на эту работу. Мы участвовали в марше знаменитом «Авиастаровском» по поводу протестов по невыплате заработной платы. Сегодня Федерация профсоюзов рабочих Ульяновской области – это свыше 1100 первичных организаций, которые объединяют 97 тысяч человек. Рината Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова